Наши земляки с завидной регулярностью продолжают попадаться на крючок телефонных и интернет-мошенников. Еженедельно в полицейскую сводку попадает как минимум одно подобное преступление. Сотрудники полиции продолжают профилактическую работу с населением. На этот раз представители межмуниципального отдела МВД России Апатитский напрямую пообщались с пациентами городской поликлиники в Апатитах. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции Виктор Баев лично раздает информационные буклеты с описанием видов самых распространенных мошенничеств. Ему помогает заместитель Оксана Виноградова. Цель полицейских та же, что и всегда – предупредить. До сих пор немногие, как эти молодые люди, могут сходу распознать намерения злоумышленников. Никто не попадался, просто сообщения приходили, но как-то мы обходили этой стороной. То есть вы в курсе, как надо реагировать? Да, конечно. Кто попадется вообще на такую глупость, я не знаю. На самом деле доверчивых граждан, особенно среди пенсионеров, все так же много. Например, Надежда Федоровна чуть не стала жертвой телефонного мошенничества. Ей позвонил якобы племянник и попросил помочь. Вроде и он, и вроде не он. А я говорю, Паш, ты? Да, я. Ну и все, едет. Ну мы с дачи ушли, я тут готовлюсь, все. Потом он говорит, а, говорю, что у тебя голос не похож? А я, говорит, под кондиционером еду. История Надежды Федоровны со счастливым концом. К сожалению, так бывает не всегда. Только за последнюю неделю зафиксировано три новых случая мошенничества. Вот один из них. К нам обратилась женщина. Она сообщила, что она через сеть интернета подала заявку для получения кредита в банках. По заявке ей перезвонил мужчина. Сообщил, что ее заявка одобрена, и она может получить кредит. Для этого ей необходимо пройти банкомат. И за оказание юридических услуг, а также за оплату господин, ей необходимо перевести определенную сумму денег. Женщина потеряла 25 тысяч рублей. А была бы на руках памятка, глядишь, вспомнила бы наставления полицейских. Люди готовы знать, хотят знать. И очень многие говорят, что им были такие звонки. То есть они уже, некоторые становились жертвами такого мошенничества. И, конечно, им нужна эта информация, они очень хотят это знать. В этот день посетители городской поликлиники получили более ста памяток. Профилактические мероприятия будут продолжены.